Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 сентября, Православная Церковь совершает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Священномученик Киприан Карфагенский родился около 200 года в городе Карфагене, Северная Африка, где протекла его вся жизнь и деятельность. Фасций Киприан был сыном богатого сенатора-язычника, получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в карфагенской школе. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Киприан впоследствии вспоминал, что долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истины. Состояние, доставшееся от родителей и нажитое своей деятельностью, знаменитый риттер тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями апологета Пресвитера Тертулиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного спасителем возрождения. Из такого тяжелого и нерешительного состояния его вывел друг и руководитель Пресвитер Цицилии. В 46-летнем возрасте ученейший язычник был принят в христианскую общину как оглашенный. Еще до принятия крещения он раздал нищим все имение и переселился в дом Пресвитера Цицилии. Примерно через год после крещения святой был рукоположен во Пресвитера, а когда умер карфагенский епископ Донат, все единодушно избрали епископом святого Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был рукоположен во епископа Карфагенского около 248 года. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипасторя вызывала у всех желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом, как поступить в том или ином случае. Гонение императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. Его жизнь была нужна пастве для укрепления веры и мужества среди гонимых. Перед отъездом из епархии святитель разделил церковное имущество между всеми клириками для оказания помощи нуждающимся и в дальнейшем присылал дополнительные средства. Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев, писал письма к пресвитерам, исповедникам и мученикам. Некоторые христиане, убоявшись мучений, принесли жертву языческим богам. Эти отпадшие христиане обращались к исповедникам, просят дать им так называемые письма мира, то есть ходатайственные записки о принятии их в церковь. Святитель Киприан написал всей карфагенской христианской общине послание, в котором указал, что отпадших во время гонения можно принимать в церковь, но этому должно предшествовать рассмотрение обстоятельств, при которых совершилось отпадение. Должна быть проверена искренность сокрушения падших. Принимать их можно лишь после церковного покаяния и с разрешения епископа. Некоторые из падших настоятельно требовали немедленного допущения их в церковь, и этим смущали всю общину. Святитель Киприан писал епископам других епархий, спрашивая их мнение, и от всех получил полное одобрение своих распоряжений. Во время своего отсутствия святитель уполномочил четырех клириков проверить жизнь людей, которые готовились к рукоположению во Пресвитера и Диакона. Это встретило сопротивление Меренина, Филики Сима и Пресвитера Новато, поднявших возмущение против своего епископа. Святитель Киприан отлучил Филики Сима и шестерых его сторонников. В своем письме к пастве святитель трогательно увещевал всех не отделяться от единства церкви, подчиниться законным распоряжениям епископа и ждать его возвращения. Это письмо удержало большинство карфагенских христиан в верности церкви. В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве. Возмущение Филики Сима был положен конец на Поместном соборе 251 года. Этот же собор вынес суждение о возможности принятия в церковь падших после принесения имя церковного покаяния и подтвердил отлучение Филики Сима. В то время назревал новый раскол, поднятый римским пресвитером Новоцианом, к которому присоединился карфагенский пресвитер Навад, бывший сторонник Филики Сима. Новоциан утверждал, что отпадших во время гонения нельзя принимать обратно, даже если они каются в своем грехе. Кроме того, Новоциан при помощи Навата убедил трех итальйских епископов при жизни законного римского епископа Целлерина поставить на римскую кафедру другого епископа. Против такого беззакония святитель Киприан написал ряд окружных посланий к африканским епископам, а затем целую книгу о единстве церкви. Когда в карфагенской церкви стали утихать раздоры, началось новое бедствие, вспыхнула моровая язва. Сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи, а мертвых без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и мужества, сам ухаживал за больными и хоронил мертвых. Причем не только христиан, но и язычников. Моровая язва сопровождалась засухой и голодом. Орды варваров, нумидийцев, пользуясь бедствием, нападали на жителей и уводили их в плен. Святитель Киприан побудил многих богатых карфагенцев пожертвовать свои средства на питание голодающих и выкуп пленных. Когда началось новое гонение на христиан, со стороны императора Валериана, карфагенский проконсул Паттерн велел святителю принести жертву идолам. Он твердо отказался выполнить это, а также назвать имена и место пребывания пресвитеров в карфагенской церкви. Святителя сослали в местность Карубис. Диакон Понтий последовал в ссылку за своим епископом добровольно. В тот день, когда святитель прибыл на место ссылки, он увидел сон, предвозвещавший ему скорую мученическую кончину. Находясь в изгнании, святитель Киприан написал много писем и книг. Желая пострадать в Карфагене, он сам вернулся туда. Приведенный на суд, он был оставлен на свободе до следующего года. Почти все карфагенские христиане пришли проститься со своим епископом и получить от него благословение. На суде святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал «Благодарение Богу!» и весь народ в один голос воскликнул «И мы хотим умереть с ним!» Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение, и распорядился дать от него двадцать пять злотниц палачу. Потом он сам завязал себе глаза, а руки дал связать стоявшим около него пресвитеру, сыпо диаконом и преклонил голову. Христиане с плачем постелали пред ним платки и убрусы, чтобы собрать священную кровь. Мученическая кончина последовала в 258 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется положение честного пояса Пресвятой Богородицы и память святых. Святителя Геннадия Патриарха Цареградского празднуется собор новомучеников Ясиноватских, а также священомучеников Александра Любимого Пресвитера и Владимира Двинского Диакона, священомучеников Михаила Касухина и Мирона Ржепика Пресвитеров, священомученика Дмитрия Смирнова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те за именинство. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова